Друзья, в этом выпуске будут исключительно новости. Самая интересная штука, на мой взгляд, это то, что все больше и больше слухов, подтверждающих то, что Facebook запустил в свое время свою криптовалюту. Это случилось, как утверждают некие анонимные источники, чуть-чуть позже, чем было то же самое сделано с монетой Telegram. И уже на частных ICO Facebook собрал 1,7 миллиарда долларов. И таким образом мы, конечно, с вами не получим никакой возможности в них участвовать. Но другое дело, что есть ли особый смысл, потому что имеется в виду, наверное, скорее всего, это будет некий стейблкоин, и смысл в него вкладывать особо нет. Другое дело, что, наверное, участникам ICO будут выплачиваться определенные дивиденды, то есть схема неизвестна. Однако это весьма-весьма интересно. Я не удивлюсь, что действительно эта штука появится. И самое главное, что если это будет работать, то они введут систему платежей на основе своей блокчейн-монеты, криптомонеты в Facebook, возможно, WhatsApp. И факт, что там не будет каких-то какой-то возможности поменять на биткоин или эфир или еще как-то. В общем, таким образом люди посмотрят, что даже Facebook делает свою криптовалюту. Ну, наверное, значит, это не такая уж и плохая штука, и биткоин тоже можно использовать и так далее. То есть это будет очень и очень здорово. Далее по новостям. У нас, как всегда, очень было много слухов перед предстоящим, как всегда, потому что несколько раз это откладывалось, перед предстоящим форком, хардфорком эфира. И вот, наконец-то, он наступил, произошел. Все, у нас все работает, все летает. Тут вот есть у CoinDesk по поводу того, что были уже одномайные первые блоки, и все работает хорошо и так далее. Как вы понимаете, что очень много было спекуляций на тему того, как это отразится на цене. Надо взглянуть на цену. Как вы видите, цена практически не поменялась. Что тут у нас к биткоину, что к доллару. Примерно все то же самое. То есть никаких особых изменений нет. Таким образом, друзья, никогда не стоит покупать на новостях. Не могу сказать, что это не повлияет на долгосрочную картину рынка, и что эфир у нас не вырастет после этого хардфорка через какое-то время, или что слухи об этом хардфорке не привели к тому, что эфир, скажем, не упал еще сильнее, ну и так далее. Однако, вот краткосрочно торговать такие вещи, я думаю, просто несерьезно. И еще одна новость, известная всем криптовалюта ETHOS, которая была очень-очень раскручена одно время. У них есть свой кошелек, который встроен в приложение для смартфонов. И эта криптовалютная платформа, этот стартап был куплен компанией Voyager за 4 миллиона долларов. Их CEO компании ETHOS будет теперь в совете директоров, там, исполнительным директором по инновациям, по-моему, у Voyager. То есть, в общем, все довольны, кроме держателей токенов. Хотя, на самом деле, цена особо не упала. Может быть, кстати, это будет несколько благоприятной вещью для самого проекта, потому что они, честно говоря, стухли, несмотря на то, что выпустили и само приложение, и прочее. Но как-то все, в общем, не особенно здорово у них шло в плане капитализации, по крайней мере, относительно их токена. Так что, конечно, медвежий рынок и прочее, но тем не менее. Должен еще вам показать вот такую штуку. Произошел у нас запуск ICO Fetch недавно. И Fetch буквально через пару дней залистили на Binance. На этом ICO цена была у него порядка 8 центов. Сейчас цена 36 центов. В пике там была 50 центов. Но будем говорить 40 центов. То есть, примерно в 5 раз у нас выросла цена после ICO. И если кто не видел, я тут делал на него обзор, на этот самый Fetch. И по всему уходило, что подобные, может быть, конечно, не 5x, это слишком круто. Но, тем не менее, какой-то рост от него можно было ждать. И, как вы видите, это произошло все ожидания. Посмотрим, как будут дальше запускаться подобные ICO. Но, видимо, все-таки Сизи Binance сделал то, что хотел. И теперь к нему будет идти огромный капитал. И среди проектов ICO, и среди тех, кто будет пытаться купить эти ICO на его ланчпаде. Ну, в общем, друзья, как и ожидалось. Говоря про это, также, кстати, надо заметить, что я тоже обсуждал вот в других видео по поводу Binance Coin. И здесь у нас Binance Coin также себя показывает очень и очень неплохо. Ну, тут можно посмотреть, опять же, давайте к доллару, чтобы уж быть там совсем честными. Так вот, Binance Coin рос достаточно неплохо. И после листинга Fetch вот такая вот произошла штука. Сейчас он тестирует предыдущий максимум. Когда я этого тестировал, вот этот максимум здесь, на самом деле останавливаться не особенно-то и планирует. Тем более, если посмотреть на него к биткоину, там вообще прекрасная, на мой взгляд, ситуация. Он очень хорошо оттолкнулся и сделал даже уже выше рост, чем был до этого у него вот на этом максимуме. На этом все новости. Давайте прощаться. Будет отдельное видео по техническому анализу и ожиданиям цены биткоина. Смотрите за обновлениями. Очень интересные вещи хотел вам там рассказать. Все, до встречи, пока.